В сегодняшнем выпуске видеоблога ответим на горячие вопросы про новые звания, вспомним прошедший Хэллоуин и расскажем, чем еще можно заняться в танках. Привет, танкисты! Поздравляем с праздником и, главное, с дополнительным выходным. С прошлого выпуска, когда мы проанонсировали новое звание, целую неделю сыпались вопросы об этом. Давайте разбираться. Где будет отображаться порядковый номер легенды? В бою и чате вы увидите только значок нового звания. Если же вам интересен именно уровень легенды, его можно будет найти в профиле игрока. В битвах с легендами фонд будет расти быстрее? Да, как вы, возможно, знаете, фонд в битве растет с каждым уничтоженным танком на сумму, которая зависит от звания уничтоженного танка. Например, за капитанов фонд падает 6,3 кристалла, за генералиссимуса 9,6, а за любую легенду фонд вырастает на 9,9 кристалла. Можно ли будет создать бой только для легенд? Конечно, так же, как и сейчас, можно будет создать битву с ограничением на одно звание. Кстати, об ограничениях. Как известно, сейчас генералиссимус может создать битву от майора до генералиссимуса. Обладатели звания легенда сдвинутся на одно звание выше. Они смогут создать битвы от подполковника до легенды. Если я сразу стану легендой 3 после обновления, я получу 3 раза по 40 тысяч. Нет, за получение легенды в момент выхода обновления предусмотрен разовый кристальный бонус — 40 тысяч кристаллов. Далее вы будете получать 40 тысяч за каждый новый уровень звания. Несколько выпусков назад мы рассказали вам о разработке клановой системы в танках онлайн. День релиза всё ближе, и у нас появились некоторые подробности грядущего обновления. Как мы уже рассказывали, выход клановой системы в танках онлайн разбит на три основных этапа. Социальный, призванный объединить единомышленников. Экономический, приносящий игрокам кристаллы и припасы. А также военный, главная фишка которого — удобные клановые бои. Сегодня поговорим о ближайшем этапе — социальном. Начнём с того, что создание клана будет платным, то есть за кристаллы это сделать не получится. Танкист, создавший клан, автоматически становится его главой. При создании глава называет клан, придумывает клан тег, вбивает описание своего клана и выбирает наиболее подходящий флаг страны из списка. Также руководитель назначает ближайших доверенных лиц — офицеров. Они будут отвечать за набор новых бойцов. Механизм подачи заявок в кланы, а также их приём или отмена, будут понятны любому игроку ТО. Интерфейс сделан максимально похожим с системой друзей. Что же даст участие в клане после первого этапа этого обновления? Во-первых, любой игрок сможет участвовать в пробитвах без необходимости покупать абонемент на бои без припасов. Обратите внимание, мы сказали именно участвовать, но не создавать битвы. Второй приятный бонус — каждый клан получает в своё распоряжение командный чат. Необычная, но в то же время полезная особенность этого чата в том, что участники клана будут видеть один и тот же чат, вне зависимости от того, на каком сервере и в какой языковой версии они играют. Ну и последний момент. Он относится к кланам только тем, что выйдет одновременно с ними. В бою после нажатия на гараж не будет появляться сбивающий с толку таблички. Всю прошлую неделю мы радовались большому празднику в игре в честь Хэллоуина. К сожалению, в понедельник технические проблемы немного подпортили впечатление от акции. Не беда. Завтра, 5 ноября, с утренним рестартом, мы вновь запустим хэллоуинскую карту с повышенной в пять раз вероятностью выпадения голда и специальным заданием. Ровно на сутки. Успевайте. Привет, друзья. Сообщество Танков Онлайн обширно и многогранно. Ютюберы, писатели, художники и просто хорошие бойцы. Именно игроки когда-то изобрели форматные битвы и львиную долю карт в игре. Мы уже рассказывали вам, что такое Спаси Голд и как его устроить. Сегодня речь пойдет о другом развлечении и называется это Сумо. Соревнование Сумо хорошо как минимум по двум причинам. На его организацию не нужно предварительной подготовки, как на Спаси Голд. И это чертовски весело. Правила довольно просты. Все играют на вас по твинцах. Задача каждого переворачивать своих оппонентов. Перевернули тебя? Проиграл. Упал с обрыва или столкнули? Проиграл. Кто останется на ногах последним, тот и победил. При создании битвы для Сумо помните, режим должен быть ТДМ. Флаги и точки не отвлекают. При создании битвы обязательно отключите автобаланс. Ведь все игроки должны быть в одной команде, чтобы не дамажить друг друга. Лучше организовывать Сумо в закрытых боях. Это снижает шанс захода к вам неформатного игрока. Конечно, четких правил для Сумо нет. Вы можете использовать и другие пушки. Смоки, вулкан, рикошет. Из корпусов можете выбрать и хорнет. Другие будет слишком сложно перевернуть. Вот такое развлечение. Играйте с друзьями. Сумо это очень весело. Кстати, раз пошло такое дело, пускай Сумо станет темой для видеонедели к следующему выпуску. Организуйте свое состязание или присоединитесь к уже созданному. Дело ваше. Главное, будьте в синей краске. А сейчас смотрим лучшее видео из присланных нам за последнюю неделю. Напомним, тема была «Как я поймал хэллоуинский золотой». На этом все, друзья. Не пропускайте видеоблоги, особенно следующий. В нем мы анонсируем долгожданный конкурс мастера паркура со всеми правилами. Лайк за футбол. Пока! Сама ваших ответов находится в описании видеоблога. А сейчас новый вопрос недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова